Исследования сделаны достаточно. Дополнительных исследований аллергологических вам не нужно. Лилия Новикова аллергия страдает меньше года. Первые симптомы были похожи на легкое недомогание. После обращения врачи посоветовали аллерголога. Посетить специалиста обязательно нужно зимой, когда нет обострения болезни. У меня нет возможности выехать в другой город. Это большая удача, что у нас приехал аллерголог сюда. И меня терапевт сразу же записал, говорит, идите, только не пропустите прием, пожалуйста. В окружной больнице своего аллерголога нет. Жители Салихарда и близлежащих районов могли попасть на прием к такому специалисту только за пределами Ямала. Ситуация разрешилась, когда в поликлинику в командировку направили московского врача-аллерголога. Здесь уже и заявки пациентов были, здесь и врачи направили на консультации. Но это не только жители Салихарда. Это и Лабытнанги у нас были, это и Широжевский район. После нескольких дней работы кандидат медицинских наук может рассказать, каким болезням северяне склонны больше всего. Довольно много аллергии к домашней пыли. Люди, наверное, много времени проводят дома. Много аллергических ринитов, вот я бы сказала особенно. Холод влияет на слизистую оболочку носа и вот эта постоянная сухость. Много не только аллергических, просто хронических ринитов. За семь дней к Светлане Швец записались больше сотни пациентов. В их числе и Альбина Кельчина. В ее семье сразу у нескольких человек диагноз аллергия. Такому шансу обследоваться дополнительно и получить консультацию женщина особенно рада. Мы пьем, конечно, эти гистаминные, но она держится, она периодически дает о себе знать. И это очень важно, когда есть аллерголог, куда есть обратиться. Подобную практику приезда специалистов на Ямал будут продолжать. И, конечно, на вакантное место работы. В Салихардскую окружную больницу ищут своего аллерголога-иммунолога. Вера Дронзикова, Владимир Зелинский. Время Ямала.